Христос в воскресе, дорогие мои! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 28 апреля. Своименины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Трофима, Александра, Василиса, Анастасии, Андрея, Якова, Виктора. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. В этот день Святая Церковь совершает память святых апостолов от 70 Аристарха, Трофима и Пуда. Святые апостолы были сотрудниками первоверховных апостолов Петра и Павла. Все они были обезглавлены при императоре Нероне. Аристарх, обращен ко Христу апостолом Павлом, упоминаемый в послании Колосина, он был епископом в Апомее Сирской. Кончина его произошла при императоре Нероне, он был обезглавлен в одно время с апостолом Павлом, Пудом и Трофимом. Святой Пуд, упоминаемый во втором послании святого Павла к Тимофею, который говорит «Приветствую тебя, Евул и Пуд и все братья». Был римским сенатором, благочестивым человеком. Он принял в свой дом святых первоверховных апостолов Петра и Павла и всех христиан, так что дом его стал как бы церковью. Об апостоле Трофиме, бывшем родом из Эфеса, обращенного ко Христу святым апостолом Павлом, упоминается в деяниях апостольских, что он сопровождал Павла на его пути благовествования и во втором послании к Тимофею. Павел говорит «Трофима же я оставил больного в Милете». Последовав за Павлом во время гонения при императоре Нероне, он был обезглавлен в 64-м году вместе с ним и другими апостолами. Жизнь практически всех апостолов заканчивалась на удивление одинакова. То на кресте распнут, то голову отрубят, то после долгих мучений все равно умертвят. Казалось бы, что такого делали эти святые люди, которые, в отличие от нас, спичечной головки не украли? Люди были безупречны и безукоризненны, потому что имели страх Божий и боялись утерять благодать Божию, уклонившись в тот или иной грех. И тем не менее, мир в лице его управителей, князей, первосвященников или императоров, он не принимал апостолов и гнал их и убивал их. Какова же причина такой ненависти? А причина одна, и она, к сожалению, никуда не делась. И до сих пор именно по этой причине злословят, хулят, гонят Церковь Божию, ее служителей. Но пока по милости Божией не в той мере, как это было в I век христианский или в XX век, но, тем не менее, настроение, оно примерно такое же. Если бы дать волю определенным силам, то и сейчас бы колокольни и кресты полетели бы с храмов. Какова причина такой ненависти? Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Господь свят, и апостолы святы, и Церковь свята, а человек грешен. И на пути жизни ему нужно решить, собственно говоря, два вопроса. Или измениться и стать таким же, как Церковь святым, то есть стать настоящим христианином, учеником Христа. Или остаться в прежнем состоянии, и тогда убрать того, кто является укором. «Все желающие жить благочестиво будут гонимы», — говорил Господь. И последнее в Листвице блаженств говорит о том же. «Блаженны вы будете, когда будут гнать вас и всячески злословить, хулить, поносить имени моего ради. Радуйтесь и веселитесь, и бомзда ваша много на небесе». Человек, достигающий праведности Божьей, который через себя являет образ человека, настоящего человека, таким, каким мы задуманы Богом, он всегда будет живым укором этому миру прелюбодейному и грешному, который лежит во зле. «Если бы вы были от мира, — говорил Господь своим ученикам, — мир свое любил бы. Но так как я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир». Эта ненависть, она не обязательно может проявляться в такой активной форме, хотя зачастую и это мы видим. Или так, очень точно, очень хитро бывает выражение неприятия церкви, православия, Христа. Ну, как недавно по НТВ передача, вернее, новостной сюжет о начале Страстной Седмицы, что вот у христиан началась Страстная Седмица, люди сосредоточены на молитве, собираются в храмы на покаянии, и точка. А потом все оставшееся время, а у иудеев сегодня там такой-то, такой-то праздник. И вот принято готовить такие-то блюда, вот так они готовятся, из такого-то готовятся. И о самом главном два слова, о самом главном с точки зрения Бога. Потому что Господь ожидает от нас не каких-то блюд, не каких-то формальных законов, а внутреннего изменения. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». «Измениться в сердце». Но эта тема, она очень непопулярна. Потому что надо же меняться, надо же отвергаться от себя, распять себя со страстями и похотьми. Тогда можно стать христианином. Но это же подвиг. Гораздо проще все свести, ну, каким-то кулинарным изыском. И вроде как, вот это тоже проявление веры. Яйца покрасить, куличи попечь, прочие какие-то вещи, которые никаким образом ко Христу не относятся. И это будет как раз верой. Причина ненависти мира к церкви еще и в том, что церкви от Бога дана власть нести пророческое служение. Служение пророка – это говорить истину Божию. Открывать, что есть угодно Богу, что есть Богу противно. И в общей жизни и в частной церковь вынуждена нести это непростое служение. Говорить Слово Божье по поводу общественных каких-то событий, по поводу той же толерантности к греху, терпимости и согласии, снисхождение к греху, например, к нетрадиционным семейным отношениям. Но как церковь может с этим примириться, когда Слово Божье, оно совершенно четко и конкретно говорит, что это есть мерзость пред Богом, что это грех. И если церковь будет соглашаться с этим миром, она пойдет против Бога. Но и в частной жизни бывают такие ситуации, когда необходимо делать выбор. Ну, например, наверное, многие священники сталкивались с тем, что вот есть у храма некоторый благотворитель, помощник, который тоже начинает свой путь к церкви или продолжает. И в какой-то момент жизни возникает ситуация, когда происходит какая-нибудь беда в жизни благотворителя, впадает в какой-то тяжкий смертный грех. Но, как там говорится, первый раз прощается, но когда это происходит уже систематически, а вещи такие, как, например, обращение к колдуну или неверность в семье, это же не так просто, ну, как там, сматерился, не выдержал. Это же вещи, повреждающие душу до смерти, и которые так просто не возникают в жизни человека. Необходимы определенные условия, ну, и определенное настроение души. Вот это настроение души, оно несовместимо с Христом, потому что, ну, не наследует Царствие Божие люди, поступающие таким образом. И возникает ситуация, человек пришел в некотором ожидании, но в ожидании не исправить свою жизнь, а в ожидании, что он, ну, как бы, будет допущен к таинствам церковным. Но такие вещи, они врачуются не только исповедью и не только причастием. В церкви всегда было такое понятие, как епитимия за очень тяжкие грехи. Вот у священника непростая ситуация. Вроде бы помощник, вроде бы храму помогает, но он ведь тоже христианин, и его помощь храму, она не может гарантировать то, что его душа останется невредимой в таких грехах. Значит, необходим общий порядок. Если есть болезнь затяжная, если есть смертный грех, значит, есть лекарства, которые необходимы для принятия. Как бы человек к этому не относился, как бы ему не казалось или неприятно, как бы он не думал о том, что ему здесь много чего обязаны. Нет. Исцеление души – это важнее. Что толку, если человек приобретет весь мир, а душе своей навредит? Ну, в общем, когда такая ситуация возникла, я спросил у своего духовника, как вообще быть в этой ситуации. Ну, вот, человек вроде храму помогает, а с душой вот такой беспорядок. Духовник сказал очень мудрую вещь. Но на самом деле не все средства для строительства храма хороши. Потому что когда храмы рушили, то по-разному разные храмы выживали. Какие-то разрушили до основания, какие-то превратили в зернохранилища, какие-то в музеи, а какие-то совсем не закрывались. И наверняка история храма связана с историей тех людей, тех священников, тех прихожан и тех условий, при которых эти храмы созидались. Потому что у каждого же храма есть ангел-хранитель. Поэтому есть вещи, которые нужно принципиально выдерживать. Спасение души — это самое главное сокровище, это самое главное дело. И каждый человек, независимо от своего статуса, своего участия в жизни Церкви, должен именно так к этому относиться. Что дороже и важнее спасения моей собственной души не может быть ничего на свете. Если возникает необходимость понести положенную эпитемию, то со смирением, терпением, доверием это воспринять в надежде, что Господь помилует и простит, якоблак и человека любится. Спаси всех, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok